культурный уголок сегодня мы с вами будем слушать и читать ну и выполнять какие-то задания давайте с вами посмотрим о чем же наш сегодняшний с вами культурный уголок The Human Waters кто это такие мы сейчас с вами чуть-чуть попозже узнаем теперь давайте сперва посмотрим на картиночку Let's look at the picture What can we see here? On this picture we can see the Tower of London на этой картинке мы можем видеть с вами лондонскую крепость и каких-то мужчин нарядно одетых и скорее всего они-то и называются у нас The Human Waters прежде всего давайте с вами прочитаем текст, который нам предложен на странице 31 I'll read you the text Я прочитаю вам этот текст Then I'll translate you it into Russian Затем я переведу его вам на русский язык Но слушая этот текст вы должны будете заполнить пропуски какими-то словами Что это за слова? Вы должны будете услышать что за слова я вам проговорю и записать их в тетрадочку то есть вы оформляете работу дату пишите the date classwork page 31 и запишите слова которые услышите когда я буду читать вам этот текст также вы сегодня запишите все слова выделенные жирным шрифтом в этом тексте запишите их перевод на русский язык можете записать перевод теми словами которые вы услышите потом в переводе моем а можете просто взять в словаре эти слова и посмотреть перевод там Ну что же Well, now let's begin Listen to me firstly I'll read you this text Я прочитаю вам этот текст A trip to London is never complete without a visit to the Tower of London The site dates back to the 11th century and is guarded by the German warders or Befitas King Henry VIII first introduced Befitas in 1485 when he used them as bodyguards Their duties included looking after the prisoners in the tower and guarding the crown jewels These days though their main role is to act as guides for the many tourists that visit the tower every year They also take care of the 8 big black ravens that live in the tower There are 36 human warders at the tower and they are all men who were in the armed force for 22 years or more They live in the tower with their families The Befitas are most famous for their striking red and gold uniform but they actually only wear this on formal occasions Most of the time they wear a dark blue uniform with red trimmings No one is exactly sure where the name Befitas comes from One theory says that the waters used to be paid with meat instead of money Others says that the name comes from the French word Befitas Befitas were gods in the palace of French kings They protected the king's food Итак, вот мы с вами послушали текст и сейчас мы с вами будем его переводить вы, прежде всего, да должны будете записать те слова, которые вы услышали в тексте и они у вас находятся под циферками One, two, three, four, and five Записали их в тетрадочку Сейчас давайте с вами послушаем уже перевод о чем же шла речь в этом тексте Ну, называется он у нас Стражники Йомены церемониальные стражи Лондонского Тауэра The Йомен Водес Итак, поездка в Лондон никогда не завершается без посещения Лондонского Тауэра Достопримечательность впервые датируется XI веком и охраняется Йоменскими стражниками или же их еще называют Бифидорами Король Генрих VIII впервые представил Бифидоров в 1485 году когда использовал их в качестве телохранителей Их обязанности включали уход за заключенными в башне и охрану драгоценностей короны В наши дни однако их главная роль выступает в качестве путеводителей для многих туристов то есть гидами они работают которые посещают башню каждый год они также заботятся о восьми больших черных воронах которые живут в крепости там 36 стражников йоменов и все они мужчины которые служат вооруженных силах в течение 22 лет или же более они живут в крепости со своими семьями бифидоры наиболее известны своей красно-золотой формой но на самом деле они носят ее только по официальным каким-то случаям большую часть времени они носят синюю униформу с красными лампасами с красной отделкой никто точно не знает откуда происходит слово бифидор но одно из предположений в том что натиратели раньше получали вместо денег мясо биф говядина eat это есть то есть это человек который поедает говядину другие же говорят что название происходит от французского слова буфетчик бифидоры буфетье да они в при французском короле охраняли еду французских королей и пробовали еду не отравлена но этого нет у вас в тексте но то есть они пробовали еду у королей перед тем как подавать эту еду на стол на королевский стол существует две такие вот теории что либо они получали зарплату свою мясом либо же они были буфетчиками у королей французских и именно оттуда пошло название бифито ну что же вы услышали да перевод текста также вы услышали и перевод тех слов которые у нас выделены жирным шрифтом вы можете взять прямо из перевода можете воспользоваться своим словариком answer the questions ответьте на вопросы true правда false неправда либо же does not say не сказано об этом в тексте true правда мы обозначаем буковкой d false мы обозначаем неправду буковкой f и does not say не сказано обозначаем буковками ds заглавными сокращением я вам сейчас прочитаю данное предложение вы переведете предложение на русский язык в тетрадочке и рядышком запишите правда это или неправда соответствует это тексту либо же не соответствует либо же вообще об этом в тексте не сказано befit is god the tower of london это первое the first второе the second they have been around for over five hundred years третье the third they don't help tourists четвертое the fourth they have two uniforms and the last the fears и последнее пятое befiters eat loads of meat и так переводите данные предложения письменно в тетрадочку и записываете t это true false это f does not say это ds все well and that's all for today ну и это все на сегодня мне будет достаточно того что вы возьмете новые слова из текста переведете их на русский язык запишите те слова которые мы вставили в пропуске в тексте и скажите правда или неправда соответствует либо не соответствует предложение тексту либо вообще не сказано well our lesson is over goodbye thank you